Новый год принес с собой большое количество изменений, одним из которых станет введение в нашей стране новых законов. Об основных изменениях в законодательстве смотрите в следующем материале выпуска. Важнейшим из нововведений для большинства жителей России станет изменение пенсионного законодательства. Для мужчин пенсионный возраст увеличится с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет. В январе начнется так называемый переходный период, который продлится до 2028 года. Для работодателей, которые уволят людей предпенсионного возраста, женщины с 55 лет, мужчины с 60 лет начнут действовать штрафы до 200 тысяч рублей. Также пенсии по старости проиндексируют на 7,05%. В среднем неработающие пенсионеры будут получать более 15 тысяч рублей. Индексация будет проходить с 1 января. Обращаем внимание, прибавка будет индивидуальной у каждого получателя страховой пенсии. У тех, кто получает небольшие выплаты, размер индексации будет меньше, чем у пенсионеров с пенсиями выше средней. Для ориентира пенсионный фонд подготовил таблицу с расчетами, которую вы сейчас видите на экране. С 1 января увеличится минимальный размер оплаты труда и составит 11 280 рублей. С нового года вырастет и пособие по безработице. Минимальный размер выплаты будет 1500 рублей, максимальный – 8000 рублей. При этом пособие по безработице для граждан предпенсионного возраста за 5 лет до выхода на пенсию составит 11 280 рублей, аналогично размеру МРОД. Пособие по беременности, родам и уходу за ребенком, а также больничные, также вырастут. С 1 января максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет составит 26 152 рубля. Пособие по беременности и родам – 65 416 рублей. С началом года ставка НДС в России повышается с 18% до 20%. В связи с этим индексация платы граждан за коммунальные услуги с 1 января 2019 года составит 1,7% с учетом повышения НДС, а с 1 июля 2019 года – дополнительно 2,4% к январю 2019 года. Фактически, это означает суммирование индексов такой платы, установленных на 1 января и на 1 июля. До сих пор тарифы ЖКХ индексировались однократно – только с 1 июля, как правило, в среднем на 4%. Изменения направлены на то, чтобы индексация платы, несмотря на повышение ставки НДС, не превышала обычный уровень. С 1 января в России начнут тестировать новый налог для самозанятых. Он затронет граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Они будут платить налог от 4 до 6%. Эксперимент пройдет в Москве, Московской и Калужской областях Татарстане. С началом года стартует новая программа по переселению россиян из аварийного жилья. В первую очередь она коснется малоэтажных домов, построенных с 1940 по 1970 годы. Сейчас, по данным фонда, содействие реформированию ЖКХ в аварийных домах проживает более 700 тысяч человек. Только в этом году на эти цели будет направлено более 21 миллиарда рублей. Проблема переработки мусора в России стоит крайне остро. По данным Минприроды Российской Федерации, ежегодно образуется около 5,4 миллиарда тонн всех видов отходов. И около 400 миллионов тонн требуют особой промышленной переработки. В 2019 году Россия должна перейти на новую систему обращения с отходами. Каждый регион должен самостоятельно утвердить нормативы накопления мусора и порядок перехода к раздельному сбору. По данным Минприроды, 16 регионов уже переходят на раздельный сбор мусора. Еще 11 готовы начать. С 1 января 2019 года штрафы за нарушение ПДД начнут зачислять в региональные дорожные фонды. За счет этих денег будут ремонтироваться дороги. С 16 января вступят в силу изменения в миграционном законодательстве. Так, российские работодатели, которые являются принимающей стороной, обязаны следить, чтобы их иностранные работники соблюдали цель въезда в Россию и вовремя ее покидали. В противном случае их будут штрафовать на сумму до полумиллиона рублей. Анна Монастыренко, Константин Монастыренко, программа «События».